В такую погоду мы чувствуем себя подавленными, уставшими и, конечно же, чаще заболеваем. Нередко это связывает с нехваткой солнечного света. Как расправиться с этой проблемой, расскажем прямо сейчас. Нехватка солнечного света будет влиять на недостаток витамина D. Его мы можем получать с жирной морской рыбой, такой как сельдь, такой как форель, скумбрия, либо лосось, или можно подойти горбуша. Следующий важный момент. Нужно вылезти из-под одеяла не только на работу. Также витамин D очень капризный витамин. Таким образом, нам нужно создавать необходимое состояние вокруг нашего организма и внутри, чтобы организм хорошо функционировал. И добавить в повседневную жизнь спорт, потому что это эндорфины прорабатываются во время спорта. И также наш организм все-таки требует нагрузки для лучшего функционирования. Мы не можем влиять на погоду на улице, но зато мы можем бороться с дефицитом солнечного света с помощью сна. Наступление сна в отрасли определяется уровнем гормона метатонина, который напрямую зависит от солнечного света в том числе. И скорее вопрос не в том, чтобы если побольше спать, можно компенсировать. Скорее нужно побольше спать, чтобы не страдать от вот этого дефицита солнца. При этом специалисты медицинского центра, Центр здорового сна, настаивают, чтобы ночной отдых помог борьбе, необходимо соблюдать гиену сна. Не лезть перед сном, высыпаться, то есть определенное количество, соблюдать режим сна и бодрствования, то есть в одно и то же время стараться, в одно и то же время ложиться и вставать, чтобы был биоритм, поскольку организм привыкает к этим биоритмам, проведрить в мое помещение, исключать психонегативную информацию, стараться выключать телевизор, гаджеты с ярким голубым светом, какие-то с вами за пару часов. Ну, это совокупность тех правил, которые все мы знаем, но, к сожалению, иногда пренебрегаем. И это еще не все. Чтобы компенсировать дефицит солнца, специалисты рекомендуют включать дома яркий желтый свет, а также добавлять красочные акценты в интерьер. С психологической точки зрения недостаток солнца воспринимается людьми, как какая-то темная карта нашей жизни. Таким образом, стоит добавлять в нашу жизнь в интерьере яркие подушки, яркие чашки, брать в дождливую погоду с собой яркий зонт. К сожалению, у нас нет кнопки, которая моментально избавит нас от дефицита солнечного света, но мы должны сами создавать себе условия, при которых в нашей жизни появится больше света и ярких эмоций.